Стоит признать, Меджурни подзатянули с обновлениями. Нормально, говорю, все? Просто посмотрите, какой гигантский гэп между версиями 6.0 и 6.1. 8 месяцев генерации топчутся на одном месте. По слухам, версия 7.0 должна была выйти в марте 25-го, то есть вот уже сейчас. Но вместо обновленной версии мы получили новое качество генерации в нейронке REF. Reef, Reve, Reef. В английском такого слова нет, поэтому давайте просто называть REF. Кратко, REF Image 1.0, он как и Меджурни, как и Флакс. Это очередная нейронка, использующая диффузионные модели для генерации изображений по текстовым промптам. Но на первый взгляд REF Image 1.0 можно смело назвать седьмой версией Меджурни. Теперь в рамках мегапиксельных изображений мы получаем качество, которое действительно можно назвать фотореалистичным. Именно поэтому эта нейронка стала сейчас взрывной. Абсолютно все начали пастить. Трец просто завален генерациями из этой нейронки. Давайте разбираться. Честно говоря, когда я смотрю на эти изображения, в миниатюрах не раскрываю на фулл сайз, я сам немножечко теряюсь. Такое ощущение, ну прям действительно кажется, что это настоящее изображение. И датасет, на который обучается модель, база изображений, которые она перелопачивает для того, чтобы выдавать новые картинки, у разных нейросетей разные. К примеру, Меджурни, скорее всего, обучался больше на каких-нибудь художественных изображениях типа ArtStation, съедал все картинки, перерабатывал. В результате мы получаем артистичные обложки для книг. То есть получается, что качество там больше художественное. А вот в РФ складывается ощущение, что датасет это здоровенный слив каких-то простых, знаете, любительских фотографий на сотовый телефон. То есть здесь малонасыщенные цвета, иногда завальные горизонты, то есть с точки зрения художественности много косяков они имеются. Но в этом как раз и кроется реализм. То есть то, что мы с вами привыкли видеть в повседневной жизни, свои фотографии мы делаем на сотовый телефон, вот ровно то получает и РФ. Именно поэтому картинки нам откликаются. Именно поэтому они приближены к нашей реальной жизни, они становятся фотореалистичными. Он пока что бесплатный. У вас есть возможность генерировать сразу 100 изображений, и потом каждый день можно генерировать по 20 изображений. Заходите на превью ref.art, встречайте ref image 1.0. Это новая модель, созданная с нуля, чтобы превосходно справляться с соблюдением запросов, эстетикой и типографикой. Грубо говоря, вы получаете хороший отклик на промты, достаточно точно он их интерпретирует. Также получает эстетичный вид изображения. На самом деле изображения становятся, конечно, менее эстетичными с точки зрения художественности. Я бы сказал, они становятся более реалистичными. А эстетик нужно заменить на реалистик. Ну и типография, соответственно, он хорошо интерпретирует тексты, пропечатывает все буковки и интегрирует их в сюжеты. После регистрации вы попадаете на главное окно Create, где и будут происходить генерации. У вас есть возможность написать текстовый промт, либо загрузить какое-либо изображение, по которому будет происходить генерация. Вы можете настроить соотношение сторон. По умолчанию стоит 3 к 2. Вы можете выбрать количество изображений. При генерации промта, по умолчанию 4. Enhance On позволяет вам включить улучшение текстового промта. Если вы напишите несколько слов, то Ref автоматически добавит туда больше детализации, опять же, для улучшения эстетики. По умолчанию эта функция включена. Ну и сид на данный момент стоит автоматический. Сид, зерно. Это, опять же, такая не случайная случайность, которая определяет рисунок, характер вашего изображения. Давайте начнем с прописи элементарного промта. Я отдам его на аутсорс чату GPT. Сделаю это прям напрямую через Telegram-бот и запишу ему голосовуху. Я хочу видеть звездолет-крейсер из фильма «Звездные войны», который парит над советским городом 60-х годов. Вокруг очень много советских панелек. На улице грязь. Будет ранняя весна. Пускай будет очень много людей в шапках-ушанках. Они смотрят на этот звездолет и все восторгаются. Вот такой промт мы получаем. Копируем его. Соотношение сторон я выберу более горизонтальной 16 к 9 для большей киношности. Пускай у нас будет 4 изображения с автоматическим улучшением промта. Запускаем. Сейчас генерация происходит достаточно быстро. Огромный наплыв людей, огромный наплыв авторов. Особенно после того, как эта нейронка стала суперпопулярной в том же самом Трэдсе. Но в любом случае генерирует это очень-очень быстро. В результате мы получаем вот такие фотографии. Ну, в некотором роде они, конечно же, палевные, очень искаженные лица. Но если смотреть в миниатюре, если смотреть особенно со спины, вот такой сюжет выглядит он просто потрясающе. Давайте ради эксперимента абсолютно такой же промт закинем в Миджурни и посмотрим, что он выдаст. Окей, Миджурни, как и оказалось, выдал полнейшую чепуху. Она, конечно, смотрится с точки зрения атмосферной перспективы, композиции. Смотрится интересней. Но если вдаваться в детали, то, конечно же, это за серьезную работу взять никак нельзя. Возьму Flux 1.1 Pro Ultra. Кстати, тоже очень неплохо он сообразил. Он отлично передал атмосферу советского города. Тут у нас даже церкви. Не припомню, чтобы в 60-х годах были такие билборды. Опять же, это больше похоже на какой-то рисунок, а не на фотографию. В общем, вот вам сравнение трех изображений. Flux, Миджурни и RF. Напишите в комментариях, какая фотография вам кажется более реалистичной. Я считаю, RF это все-таки уровень. После того, как вы сгенерировали изображение, если какие-то картинки вам не нравятся, вы их можете выделить и удалить, нажав на мусорное ведерко. Либо вы можете выбрать сразу несколько. Зажимаете через Shift изображение и нажимаете также на ведерко. Они все удаляются. Если какое-то изображение вам понравилось, можете нажать на сердечко, и в результате оно будет отфильтровано. Потом вы сможете их отдельно отобразить на экране. Также вы можете кинуть репорт на генерируемое изображение. Любая ошибка, низкое качество, либо что-то еще. Можете указать, отправить разработчикам. Ну и четвертая кнопка — скачать изображение. Когда изображения не выделены, для этого нужно нажать на пустое пространство, вы можете генерировать картинки с нуля. Но если вы нажмете на изображение, у вас меняется окно с промптом, и здесь появляются инструкции, либо возможность изменить сам промпт. Если вы нажмете на Edit Prompt, вылезет все ваше полотно, и основные моменты, которые вы указываете, именно на них нейронка будет делать основной акцент. Инструкция позволяет вам сказать нейронке, что изменить в вашей фотографии. Здесь же можно написать «Измени время суток на золотой час». Кстати, русский язык нейронка понимает, поэтому можно смело писать по-русски. Клацайте на реролл, и получается четыре новых изображения. Вот это вообще очень круто. Тоже неплохо. Ну, тут он уже приземлился. Ну, и это фигня. Сейчас корабль кажется вырезанным, потому что степень контраста, атмосферной перспективы нереалистична. Реализм кроется в деталях, ребят. Подумайте, какое расстояние между космическим кораблем и нами, и, допустим, зданиями на заднем плане, и фотографом, который это снимает. Явно космический корабль с его масштабами, он должен находиться дальше, чем эта высотка. И в результате мы получаем, что космический корабль имеет супервысокий контраст, и атмосферная перспектива его никак не затемняет. По-хорошему, он должен терять свой контраст, находясь вдалеке. Случи света, проходящие через толчу атмосферы, они должны смягчаться. Поэтому это изображение сразу в помойку. Также, если вы откроете изображение, нажмете на Edit Prompt, вы увидите сид. Сид позволяет вам сохранить определенную вариацию изображения и его содержание. Если вы нажмете на reroll при данном сиде, вы просто получите дополнительные вариации того же самого изображения. Вы можете сохранить сид, но поменять содержание. К примеру, заменить космический корабль на здоровенный воздушный шар или субмарину. Почему бы нет? Давайте попробуем. Открываем изображение, Edit Prompt. И возможность вариации уже продумана в написании самого промпта в вкладке Edit. К примеру, здесь здоровенный Star Destroyer. Если вы нажмете на него, ref предложит вам различные вариации. Ну, вы можете написать что-то свое. Давайте напишем Military Submarine. И с сохранением сида мы запускаем генерацию. Ну, также у нас получились достаточно реалистичные фотографии. Конечно, субмарина не парит в воздухе. И очень важное уточнение. Когда вы заменили главный объект в кадре, убедитесь, что у вас выключено улучшение промпта. Иначе он заменит абсолютно все. В моем случае военная субмарина оказалась в Балтийском море. Поэтому мы откатываемся назад, открываем изображение, меняем на военную субмарину, выключаем улучшение промпта и генерируем. Вот теперь уже более похоже на правду. Давайте попробуем здесь. Неплохо. Обратите внимание, вот это изображение и вот это изображение. Они сгенерированы с одним и тем же сидом, и в результате мы получили просто замену главного объекта в кадре. И атмосфера, композиция и само содержание, оно плюс-минус осталось без изменений. Сверху у вас есть возможность проводить различные фильтрации. Если вам нравится кадр, ставите сердечко, потом открываете фильтры, фавориты, они у вас отображаются на одном экране. Справа, View, вы можете выбрать сетку. Как много изображений в одной строке будет отображаться. Сверху слева располагается меню этого сайта. В графе Create вы создаете изображение. В Explore можно посмотреть на изображения, созданные другими пользователями. Ну и также вдохновиться. Если вам нравится какое-то изображение, вы можете нагло спереть промпт. Либо сделать реролл. Но если вы хотите получить более или менее похожее изображение, улучшение лучше выключать. И запускаете в работу. Ref перекидывает вас на вкладку создания. Давайте вернемся обратно в Explore. Как же круто он это делает. Когда смотришь на изображение в миниатюре, некоторые кадры, ну кажется, прям вот по-настоящему реально снятые. Ref достаточно грамотно работает с типографикой. На этой фотографии слово Dior находится за головой модели. Давайте посмотрим на промпт. Ну вот здесь, кстати, нет информации о том, что слово Dior находится за моделью. Здесь просто описано, что надпись Dior расположена в верхней части изображения и написана футуристическим шрифтом без засечек. Но на других изображениях я находил иное. К примеру, здесь надпись медведь интегрирована в само изображение с ретро-засечками, замаскированными сзади. Голова медведя появляется через букву E, создавая умное воздушное взаимодействие между предметом и текстом. Просто интересно, может ли понять это тот же самый Majorney. Давайте сравним. Ну, как следовало ожидать. Majorney, конечно, не смог реализовать этот эффект. Окей. Конечно, полистайте вкладку Explore. Здесь можно найти реально огромное количество реалистичных, интересных изображений, которые вас вдохновят. Ну, а мы едем дальше. Следующая вкладка Account. Здесь вы можете посмотреть информацию о платежах и о количестве бесплатных дневных генераций. Каждый день вам будет даваться по 20 изображений. Вы можете всегда увидеть, сколько вы потратили в этой зоне. И также у вас есть кредиты. По началу при регистрации вам дается 100 кредитов. Опять же, их хватит на 100 изображений. Я свои кредиты уже давно потратил. И поэтому я купил за 5 долларов 500 кредитов. Их хватит на 500 изображений. Легкая математика. 500 изображений. 5 долларов. Соответственно, генерация одного изображения равна 0,01 доллар. По текущему курсу это 85 копеек. Считаю неплохо. Давайте вернемся в графу Create. На данный момент у вас не так много различных инструментов, которые, к примеру, есть в той же самой Крие. Вы можете локально выделять области, их перегенерировать. Нет. На данный момент Ref находится на стадии превью, в такой альфа-версии. Единственное, что нам сейчас доступно, это только генерация изображений с 0 и какая-то интерпретация по изображениям. К примеру, я могу загрузить реальную фотографию. Давайте загрузим инку. Ref считывает это изображение и создает свой внутренний промпт. И сразу генерирует нам вот такие изображения. Инна у нас превратилась в азиатку. Окей. Ну, рыжие волосы, жесткий контрастный свет с темным бэкграундом у нас сохранился. Опять же, вы не получаете точное совпадение лица. Вы получаете саму атмосферу, основные ключевые моменты, которые заложены в изначальную фотографию. Я же, если смотреть в миниатюре, ну, блин, это реально настоящая фотография. Я не знаю, как это еще назвать по-другому. Давайте сделаем несколько генераций и сравнений с другими нейронками. У меня есть несколько заготовок промптов. Я просто возьму их, клацаю на пустоту, чтобы у нас не рерольнулась основная фотография. Вставляю промпт. Изображаем сюрреалистичный художественный портрет молодой женщины с мягкой пастельной кожей, спокойным выражением лица, и на ее голове цветут цветы. Улучшение промпта включено. Четыре изображения. Соотношение сторон давайте выберем один к одному. Это будет квадрат. Нам не нужно 16 к 9, потому что по сторонам будет, скорее всего, пустота. Можно, на самом деле, даже выбрать что-то более вертикальное. Три к четырем. Автоматический сид запускаем. Абсолютно то же самое. Прям тот же самый промпт. Мы копируем. И с тем же соотношением сторон мы прогоним через миджурни. Ну и также давайте возьмем флакс. 1.1 про ультра. Загоним сюда. Соотношение сторон также 4 к 5. Генерируем. Вот такую ситуацию нам, опять же, выдал рев. Выглядит недурно. Такие изображения у нас получились в миджурни. Ну, опять же, они прям такие супер-супер артистичные, художественные, как будто рисунки. И вот такое добро получилось во флаксе. Флакс ближе к реализму, но, опять же, если сравнивать сайд-бай-сайд, то рев имеет даже менее замыленную кожу. Хоть она сейчас вот именно на этой фотографии, она остается замыленной, она издалека выглядит более реалистичной. А что у нас с архитектурой? Давайте сгенерируем собор в готическом стиле. У нас сложные каменные детали, расположенные на заднем плане в соответствии с правилом третей. То есть он будет немного смещаться от центра. Передний план богат пышной зеленью и яркими розовыми цветами. Сцена освещена естественным светом, создающим безмятежную гармоничную атмосферу, усиливая глубину и перспективу изображения. Соотношение сторон я выберу уже более фотографическое, 3 к 2. И то же самое мы проделываем в других нейронках. Такие картинки у нас получились в REF. Забавно то, что он вполне реалистично показывает дисторсию объектива на широкий угол и потерю резкости. На некоторых кадрах можно даже увидеть хроматические аберрации. Mid Journey у нас создает более фантастические виды. Ну и, кстати, Flux тоже дает вполне настоящую картинку. Она, конечно, суперпереконтрастна, что в целом соответствует жесткому солнечному свету. Но REF как-то помягче. А что у нас с Not Safe for Web Content? Ну, на самом деле, промты практически разные. Он может через себя пропустить. Конечно, если вы напишите конкретную обнаженку, там naked, то он заблокирует сам промт. Но в большинстве случаев, если у вас будет намеки, что девушка без одежды закрывает себя руками, то вот, к примеру, такие кадры можно получить. У REF есть фильтр на уже выходное изображение. Если даже в кадре может присутствовать какая-то обнаженка, он просто при публикации все это дело пикселизирует. К примеру, в этом промте у нас девушка одета в прозрачное пластиковое платье. И в этих кадрах платье действительно оказывается прозрачным, но под этим прозрачным платьем видна одежда. Я добавил одно лишь слово only к прозрачному платью, и, пожалуйста, генерации были запикселизированы. Вот только одна пропустилась, и то в одежде. Поэтому никаких вам руки под стол. Руки на стол, ребят. Едем дальше. Че по звездам? Конечно же, я не мог обойти любимого Инны Хиддлсончика. Том Хиддлсон у нас будет гулять в толпе в модном темном стиле. Все это снято на широкий угол с динамиком, с зерном пленки, и у нас стоит синестиловская пленочная атмосфера. Так, а где четвертое изображение? Алло. Мне нужно четыре Хиддлсона. Давайте еще. И включим улучшатель. Потому что до этого я делал все без улучшения. Заодно и сравним. Блин, ну круто. Очень неплохо. Просто то, что делает сейчас Меджурни, вот прям аналогичный запрос. Сделал низкого качества обложку на какую-нибудь книгу. Флюкс не знает, кто такой Хиддлстон. В датасете его не было. И давайте сразу сделаем такую вещь. Я думаю, Инна будет рада. Мы в этот промт. Добавь в этот промт, что Хиддлстон идет за руку с девушкой с красной прической коры. Копируем промт и вставляем. Потом будем менять на Инне на лицо. Так, я хочу видеть лица обоих. Давайте добавим то, что они смотрят друг на друга. И сразу делаем 8 картинок, чтобы был выбор. Генерирование на самом деле происходит достаточно быстро. Вот я сейчас без пауз запустил. Посмотрим, за сколько он это все сделает. Такое ощущение, что он даже это делает быстрее, чем тот же самый Меджурни. Опять же, пока не знаю, насколько забиты машины у них. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну класс, я думаю, из этого можно что-нибудь замутить будет. Собственно, а что дальше с этими изображениями делать? Все эти дела мы можем улучшать. Я сделаю апскейл через Крию, через Энхансер опять же. Изначально оно имеет разрешение 1248 пикселей на 832. Я включу апскейлер до 4х. Ну и в результате мы получаем чуть большую детализацию. Конечно, надо поискать апскейлер чуть получше. Можно это все попробовать сделать через Magnific, но он как бы стоит приличных денег. Подводя итог. Реф меня, честно говоря, поразил. Очень круто то, что он дает картинки, которые уже сейчас в целом в общую аудиторию можно загнать, как абсолютно фотореалистичные и даже порой свои работы. Зачем в целом гонять на съемки, если можно это делать онлайн? Конечно же, я рофлю, ребят, вы что? В любом случае, реалистичность этих нейроночек поражает. Весь интернет сейчас этими кадрами завален. Что творится, что творится, а что будет дальше? Потому что Реф, как и другие сервисы, понятное дело, развивается. Потом сюда добавят какие-нибудь локальные улучшайзеры. Можно будет поменять лицо, можно натренировать, возможно, даже свои лоры. Ну и в результате мы получаем ультимативный инструмент для брендов онлайн-магазинов. В первую очередь, вместо того, чтобы делать, организовывать съемку со своим товаром, его можно будет спокойненько отфотографировать, закинуть в нейроночку и получить абсолютно фотореалистичные, настоящие, со всеми недостатками реальные лица. Вот это крутота. Пишите в комментарии, что думаете о Реф. Она меня лично поразила, если сравнивать с Меджурни, с Флаксом даже. Реф такое ощущение, что как бы на голову впереди с точки зрения реализма. Обязательно заглядывайте ко мне в Телеграм-чат. Да, я частенько пишу о нейросетях, о нейросетевом творчестве, но акцентированном больше на реалистичную фотографию. Также заходите ко мне на Boosty Patreon, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. Мне будет очень приятно. Ну и увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok